В Семь и Латвии ведется работа по внесению поправок к закону высших учебных заведениях. Одним из важных изменений данного закона может стать то, что для сохранения статуса университета высшим учебным заведением необходимо будет иметь как минимум 4000 студентов. В противном случае вуз будет переквалифицирован в высшую школу. Этот критерий напрямую касается Даугапевского университета, поэтому руководство ДУ и Даугапевской думы приступили к тесному сотрудничеству для противодействия этим изменениям. Количественные критерии, согласно которому статус университета зависит от числа учащихся, никак не связан с принципами европейской системы высшего образования. Данная идея появилась исключительно на уровне правительства Латвии. Следует заметить, что для всех остальных высших учебных заведений порог численности было решено не вводить, но для университетов он сохранен, поэтому под изменения может попасть не только ДУ, но и Лепайский университет. Откровенно говоря, наш университет соответствует всем предъявленным критериям, за исключением одного – 4000 учащихся в вузе. Если основательно подойти к этому вопросу, то этот критерий никак не обозначен в Европе и в большинстве стран мира. Это неаргументированное требование. И поэтому у нас, в Латвии, мы долго и тщательно дискутировали о том, почему именно 4000. Но на этот вопрос нам никто до конца так и не смог дать нормального ответа. Университет – это не только высшее образование и создание новых кадров для разных отраслей, но также научная деятельность. Изменение статуса Далгопевского университета может самым негативным образом сказаться как на работу по научным проектам, в Содружество ученых, так и на появление новых исследователей в регионе. Если сокращается финансирование на науку, сразу понизятся показатели научные. Это количество публикаций, количество качественных публикаций в престижных журналах и так далее. Это все сократится. И сокращаясь, если сократятся показатели научные, сразу автоматически за собой потянет сокращение привлеченного финансирования на проекты. То есть, чтобы получить проекты, у тебя должны быть очень высокие показатели. И если этого нет, это будет очень-очень трудно конкурировать с рижскими университетами, у которых финансирование на науку будет очень большое. Обсуждение закона о высших учебных заведениях, а также отдельные некорректные публикации по этому поводу в СМИ, сказываются на мотивации студентов ДУ. Однако при любом сценарии развития событий, текущие студенты университета получат полноценное образование и диплом. Все это также никак не сказывается на образовательном потенциале университета. Продолжается работа по созданию новых программ, преподаватели постоянно повышают свою квалификацию. Уважаемые студенты, уважаемые родители студентов, огромный ажиотаж, не впервые, нужно сказать, вокруг статуса Договпилского университета. На данный момент мы университет, и даже при любом исходе этого вопроса вы закончите Договпилский университет, потому что решения, которые на данный момент пока что только обсуждаются, они будут иметь такой переходный период. Представители Договпилского университета и Городской думы подчеркивают, что борьба за статус университета продолжается. Окончательное третье чтение закона о высших учебных заведениях должно состояться в конце апреля-начале мая этого года. Руководство ДУ благодарит за поддержку своих бывших и текущих студентов, сомправления, Латгальский регион планирования и неравнодушных к судьбе Латгалей депутатов Сейма, выступающих против описанных изменений. 9 марта это обсуждение также будет выдвинуто на Латгальскую подкомиссию парламента. Главная задача сейчас – убрать из законопроекта количественные критерии для университетов. Я очень рада и испытываю глубокую благодарность нашему самоуправлению и другим самоуправлениям в регионе, которые оперативно отреагировали на нашу проблему. И поскольку мы следим за ходом дела в Сейме, то нужно отметить, что и в парламенте есть те политики, которые нас поддерживают. Честно говоря, даже немного больше, чем Лепая. Поэтому еще раз большое спасибо за предоставленную поддержку. В этом 2021 году Даугупельский университет намерен отпраздновать свое столетие и надеется войти в новый век своей деятельности как важная интеллектуальная сила Даугупельса и как центр образования и науки в Латгальском регионе. Поэтому сейчас ему как никогда важна поддержка всех неравнодушных людей и организаций. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупельской городской думы.